ПЕСНЯ Героя Паралимпиады встречало не меньше ста человек – представители мэрии, депутатского корпуса, тренеры и спортсмены. От чемпионов Европы до самых юных борцов. Они тоже попросили потрогать медаль. На удачу. Не могли не приехать в аэропорты самые главные болельщики Анатолия – супруга и сыновья. Привет, давай пять. Ты как Дон Карлеоне. Вставайте, давайте сфоткаемся. Паралимпиада в Токио для Анатолия Шевченко стала уже третьей. В Пекине и Лондоне он занимал пятые места среди дзюдоистов с нарушениями зрения. Но в это воскресенье напчанин наконец-то поднялся на пьедестал почета. Можно ли сказать, что сбылась ваша мечта? Ну, я к этому 15 лет шел. Поэтому, ну, как бы, почти сбылась, можно так сказать. Хотелось бы золота, но пока что бронза. Еще три года до следующей Паралимпиады будете готовиться? Три года по сравнению с 15 не так долго, поэтому буду. С Анатолием согласны его тренеры. Александр Власов и Федор Кирпиченков готовы продолжать бороться за медали высшего достоинства. Так как сдвинулся немножко цикл и следующая Паралимпиада, в принципе, у нас не так долго ее ждать, меньше трех лет. Я думаю, да, постараемся вернуться в строй, правильно подойти. Сейчас небольшая передышка, конечно, будет, но думаем, да, все шансы есть. Учитывая характер Анатолия и настрой его команды, можно твердо рассчитывать на развитие успеха на следующей Паралимпиаде в Париже. Но уже сейчас достижение новчанина – очень значимое событие для всего города-курорта. По большому счету он для нас чемпион Олимпийских игр, ну, паралимпийских игр. Человек, который сам своим трудом, своим потом, своей силой, волей, своим таким железным характером добился такого большого успеха для Анапы, для Кубани, для России самое главное. Ну, мы изначально его провожали на Олимпиаду и говорили, что без медали не возвращайся. Он выполнил свое обещание, стал призером Олимпийских игр в Токио. Примером является и показывает то, что действительно можно в жизни добиваться результатов и есть стимул такой. Гордимся им. Все получается, слава богу. Анатолий вернулся домой полным сил. Свою задачу он выполнил. Теперь его семья, как и весь город, будет болеть за сестру дзюдоиста. Анастасия осталась в Токио. Паралимпийская программа в плавании еще не завершена. Нервничает, переживает. Пока что у нее четвертое место, но у нее еще есть одна дистанция. Надеемся, что возьмет медаль. Паралимпиада в Токио завершится в это воскресенье. Пока наша сборная находится на третьем месте в неофициальном командном зачете. В том числе благодаря медали Анатолия Шевченко. Вадим Иванов, Алексей Девейкин, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.